Открытые письма были очень популярны в Российской империи. Их с удовольствием писали и отправляли во все уголки страны, а Новый год был приятным поводом, чтобы выбрать красивую карточку и прислать теплый привет и наилучшие пожелания родным, близким и даже начальству. К созданию новогодних открыток привлекались известные художники. Над макетами работали Серов, Репин, Бенуа, Воснецов, Билибин, Зворыкин, Маковский. Изображения на открытках передают атмосферу зимнего праздника, снежные пейзажи и новогодние символы. После революции Новый год и Рождество оказались под запретом. Соответственно, исчезли и открытки. Вновь они появились только в 1941 году. На новогодних открытках времен Великой Отечественной войны можно увидеть Деда Мороза с автоматом или метлой, выметающим нацистов. После войны они вновь исчезли. В период оттепеля над оформлением открыток начали работать замечательные художники, которые и создали всеми любимые образы. Появились Дед Мороз и Снегурочка, лесные животные, кремлевские куранты. Расцвет советской новогодней открытки пришелся на 60-е и 70-е годы. Новыми образами стали ракета, самолет, телевизоры и другая техника. В 80-е годы рисованную открытку вытеснила фотооткрытка. На большинстве поздравительных карточек того времени красовались натюрморты с еловыми ветками, блестящими шарами, серпантином и горящими свечками. Часто встречались зимние пейзажи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова